В административном центре китайской провинции Хубэй, городе Ухань, прошел 18-й автосалон. Событие является важным для всей отрасли, поскольку на одной площадке собираются основные автопроизводители, обсуждая тенденции, идеи и новые требования. Об электрокарах и беспилотных автомобилях в материале прямо сейчас. По решению китайских властей, автопроизводителям, которые хотят продолжать продвигать на рынок классические машины с бензиновыми двигателями, все же необходимо выпускать как минимум 10% электромобилей. Новое требование вступает в силу с 2019 года. С того же момента производители могут рассчитывать на минимальную процентную ставку при получении кредита на разработку и производство экологически чистых машин. Отказаться от двигателя очень непросто. Вместе с этим мы должны помогать развиваться рынку автомобилей, работающих на возобновляемой энергии. В таких условиях кредитно-бальная система должна хорошо сработать. Участники Уханьского автосалона 2017 оптимистично смотрят на такую тенденцию на рынке, как разработка беспилотных автомобилей. Более того, Китай сегодня занимает лидирующие позиции в этой сфере. Сегодня всего две страны в мире показывают высокие достижения в области технологии управления машин с помощью искусственного интеллекта. Это Китай и США. 42% самых топовых статей на эту тему написаны именно китайцами. Причем не только автопроизводители, озабоченные созданием системы беспилотных машин, но и такие интернет-гиганты, как Байду, Алибаба и Тенцент. Несмотря на то, что Китай добился заметного технического прогресса, многое еще предстоит сделать, чтобы китайские промышленники всерьез заявили о себе за рубежом. Да, Китай один из лидеров вместе с США в области автомобильных технологий. Но давайте посмотрим, как работает система. Выйти на зарубежные рынки – непростая задача для китайских производителей. Необходимо, чтобы там они были приняты. Нужно искать местных партнеров. Важно подружиться с властями, дилерами, местными IT-компаниями. Может быть, даже с электроэнергетическими корпорациями, которые помогли бы продвигать беспилотные электромобили. А также с фирмами, исследующими интернет-вещей, то есть сеть для работы с огромным количеством физических объектов. Эксперты говорят, что сегодня на рынке обозначились два лагеря – традиционные автопроизводители и интернет-гиганты. Их шансы настолько равны, что сейчас невозможно предсказать, кто же из них изобретет реальный прототип машины будущего. Василий Лукашевич, CGTN.